Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорить» – информационный обзор этой среды. 20 лет в законе. Рязанская областная дума празднует юбилей. Загнодатели принимают поздравления. Купаться разрешено. В Рязани все готово к открытию пляжного сезона. На эко-сервисе свет клином не сошелся. Рязанские управляющие компании отказываются от услуг проблемной организации и вывозят своими силами. А теперь обо всем подробнее. Сегодня отмечают свой профессиональный праздник российские пограничники. Погранслужбе исполняется 96 лет со дня основания. Надо сказать, что российская граница – самая протяженная в мире – более 60 тысяч километров. Потому ежедневно на дежурство выходят более 10 тысяч нарядов, десятки кораблей и катеров. По традиции в День пограничника все служившие в погранвойсках надевают форму, обязательно зеленую фуражку и собираются в парках. В 33-й Рязанской школе воспитанники двух недавно сформированных кадетских классов мечтают связать свою жизнь с военной службой. И, возможно, им удастся вступить именно в пограничные войска. Служба в пограничных войсках настолько же опасна, насколько и трудна. Но ученики кадета 33-й школы сложности не боятся. Ребята каждое утро одеваются в форму и стройным шагом отправляются в школу за знаниями и умениями. Идея создания вот этих классов пришла, потому что в этой школе учился выпускник школы Дуканов Олег Михайлович, герой России. Человек, который известен не только в городе Рязани, но и человек, который известен далеко за пределами нашей страны. И вот именно с его одобрения, при помощи, при поддержке управления ФСБ по Рязанской области, при поддержке Голицынского пограничного института, в нашей школе были открыты классы пограничного профиля. На сегодняшний день в школе действует два кадетских класса – 8-й и 10-й. Но со следующего учебного года планируется начать обучать ребят военному делу уже с 5-го класса. У юных кадетов регулярно проходят открытые уроки с ветеранами службы пограничников. Нельзя не согласиться с тем, что такая практика весьма полезна. Это помогает воспитать в молодых бойцах дисциплины, выправку, чувство патриотизма и уважение к старшему поколению. Порядка 35 человек кадетов, которые сформированы буквально на пустом месте, как говорят, из обычных ребят, школьников. Более того, 10-й класс набран с различных школ и были определенные трудности на этом этапе. Но, несмотря на все трудности, вот эта волна, которая общая происходит у нас в государстве, подъем национальной гордости, уважения к силовым структурам, государству, правительству, все-таки сказалось и в школе. Направление наше, как уже было сказано, это кадеты пограничной направленности. И готовим мы в основном основы военной подготовки для будущего продолжения службы в рядах и органах системы Федеральной службы безопасности. Это пограничные войска, это и другие войска, включая в перспективе, как хотят наши дети, в том числе и работа в органах, в группах Альфа. И несмотря на то, что ребята молоды, импульсивны и им пока не хватает собственного жизненного опыта, они уверены в том, что их судьбы тесно переплетутся с военным уставом. Что ж, очень приятно осознавать, что современному поколению не чуждо чувство ответственности и у нашей страны всегда будут свои герои. И еще о праздничных датах. Рязанской областной думе исполняется 20 лет. На прошлой неделе в торжественной обстановке Зала дворянского собрания общественности презентовали книгу об истории становления и развития парламентаризма на Рязанской земле. Сегодня же депутатов областной думы различных созывов. С 20-летним юбилеем поздравляли представители и других ветвей региональной власти. С торжественного собрания в областном театре драмы наш следующий репортаж. На торжественном заседании, посвященном 20-летнему юбилею Рязанской областной думы, чествовали депутатов различных созывов, а также обсуждали историю создания и развития парламентаризма на Рязанской земле. Председатель облдумы Аркадий Фомин отметил, что за это время путь пройден немалый, но достойный. На сегодняшний день в регионе создано развернутое многоотраслевое законодательство. Это 2386 законов. Перед депутатами разных созывов стояли разные задачи. Но цель всегда была одна – повысить качество жизни людей, живущих на Рязанской земле. Для этого мы создавали условия социально-экономического роста региона, устойчивости финансово-бюджетной системы, развитие агропромышленного комплекса, решение многих социальных задач. Далее на сцену поднялся заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Филимонов. Он зачитал приветственный адрес от губернатора Олега Ковалева и пожелал парламентариям и дальше трудиться на благо региона. Надо сказать, что формирование Рязанской областной думы проходило в сложных экономических условиях. Невыплаты зарплат, задержка пенсий, остановка промышленных предприятий. Именно на таком фоне прошли выборы первых региональных депутатов. Мы были первопроходцами по той простой причине, что до того момента законодательства как такового, особенно в бюджетной сфере, в налоговой и в социальной, практически не было. То есть приходилось делать все заново. Причем, как говорят опытные парламентарии, первоначальная законодательная база делалась совсем небольшим аппаратом. Впрочем, уже с третьего созыва началась четко спланированная работа. Сейчас очень много законов наработано, и, как совершенно неизвестно, Дума планирует перейти к индексификации. То есть нужны кодексы уже, иначе просто очень сложно законом этими пользоваться. Поэтому я абсолютно положительно рассматриваю эту динамику. И хотел бы пожелать, чтобы в дальнейшем работа была и результативной, и динамичной. Депутаты Рязанской областной думы активно взаимодействуют с различными общественными организациями, чтобы учесть их мнение при принятии необходимых и важных законов. Все наши начинания, а также социальные проекты, которые мы сейчас ведем, забота, они подхватываются Думой. Дума не принимает законы, которые, в общем-то, не то что не вредили бизнесу, а мешали бизнесу. То есть у бизнеса вопросов к законодательной областной думе нет, а это самая высшая оценка, я считаю, законодательного органа. Важность регионального законодательного собрания подчеркнул и депутат Государственной думы Николай Булаев. Ни один федеральный закон не может быть принят, если он не поддерживается большинством законодательных собраний региональных. И сегодня все говорят о том, что уровень консолидации власти и исполнительной законодательной высокой, мне кажется, это очень благоприятные условия для того, чтобы мы вперед двигались более широкими шагами. На торжественном собрании действующим и депутатам прошлых созывов, а также сотрудникам аппарата Думы были вручены награды обеих палат Федерального парламента и Рязанской областной думы. И самый юный юбилей сегодняшнего дня. Пять лет исполнилось информационному агентству «Медиа Рязань». Этот информационный интернет-портал по праву является наиболее раскрученным и посещаемым. Мы бы бывали в гостях у наших коллег. «Медиа Рязань» было не первым в Рязани информационным агентством, транслирующим новости в сети интернет в режиме онлайн. Тем ценнее то, что на насыщенном и весьма конкурентном рынке, сайт агентства сразу же стал востребованным. Сегодня смело можно заявить, если не просмотрел новостную ленту «Медиа Рязани», всей полноты городских событий не представляешь. Информационный интернет работает каждый день. И пять лет пролетели, как один-два дня. Всегда повод, чтобы оглянуться назад и посмотреть вперед. Сегодня уже не верится, что нам пять лет, что мы выросли. У нас замечательный коллектив. Несколько лет назад коллектив агентства «Медиа Рязань» сходу получил «Хрустального журавля» за лучший дебют. Впрочем, признание успехов – это не только награды, пусть и от искушенного журналистского сообщества. В первую очередь – это читательская и зрительская аудитория. А она у «Медиа Рязани» с каждым годом становится все больше. Что ж, желаем вам такого же поступательного движения. Вперед, коллеги! От юбилеев к будням. До официального открытия пляжного сезона в Рязани осталось буквально несколько дней. Однако некоторые граждане, благодаря стоявшей последней неделе жаркой погоде, уже успели искупаться в водоемах города. О том, насколько готовы рязанские места летнего отдыха к приему отдыхающих, рассказывает Оксана Тебенихина. Администрацией города, спасателями и управлением Роспотребнадзора ведется активная подготовка городских пляжей к открытию купального сезона. На сегодняшний день идут проверки четырех основных участков – в Солочи, на Орешке и двух Барковских карьеров. Произведен отбор арендаторов, которые назначаются затем главой администрации, и они проводят всю работу по обеспечению активного отдыха граждан. В первую очередь, арендатор назначает администрацию. Администрация, соответственно, изучает спрос граждан к пляжу, определяет регламент работы, устанавливаются пляжи. На пляжах устанавливаются информационные щиты, а также знаки, которые информируют граждан о условиях, которые созданы на пляже, то есть о температуре воздуха, о температуре воды. Помимо проверки, на пляжах проходит практическая подготовка спасателей. В экстренной ситуации ребята готовы протянуть руку помощи утопающим. Тем не менее, наша безопасность в наших руках. Все-таки на водоемах из жидкости лучше всего употреблять обычную воду, ведь именно алкогольный градус в крови чаще всего становится причиной пополнения печальной статистики. Ощеляется патрулирование на пляжах, чтобы поддерживался общественный порядок, и тех, кто мешает активному отдыху, соответственно, предлагается им покинуть место пляжа. В этом случае актуальна поговорка «море по колено». Они начинают лезть в воду, не рассчитали силы стрельца, и, как правило, здесь подстегает коварство. Эти люди, как правило, и терпят бедствие на воде. Ну а открыть пляжный сезон официально планируется 2 июня. Пока же проводятся всевозможные проверки качества дна в водоемах, наличие спасательной атрибутики и прочих составляющих, обеспечивающих безопасный и качественный досуг. И еще о делах житейских. В понедельник мы пообещали проинспектировать, насколько успешно рязанские управляющие компании справляются с вывозом мусора из дворов, без участия ставшей уже одиозной организацией «Экосервис». Напомним, с 15 мая управляющие компании, входящие в ГУЖК железнодорожного округа Рязани, и ЖЭО номер 6, обслуживающая часть жителей Приокского поселка, устав бороться с экосервисом и не вовремя вывозимым мусором, приняли решение работать в этом направлении самостоятельно. Оксана Тебенихина представит первые итоги эксперимента ЖЭО. Жители Приокского сегодня могут вздохнуть с облегчением, в буквальном смысле слова. Совсем недавно практически каждая контейнерная площадка, которую, по идее, обязаны обслуживать сотрудники компании «Экосервис», была завалена мусором до такой степени, что сами контейнеры разглядеть там было невозможно. Когда эта организация пришла к нам в Рязань, мы были безумно рады, потому что настрой был очень хороший, мы с ними сразу как-то подружились, там замечательный трудовой коллектив. Водители – это люди, которым я восторгаюсь. В определенный момент начались бои, но техника, как и люди, иногда выходит из строя, к сожалению. Начались сначала просто сбои по вывозу. Машина сломалась, вовремя не могли отправить машину, значит, мы как-то изыскивали, там, меняли, сами пытались вывезти. И в конце концов пришло это к тому, я не знаю, чем это связано, что у нас «Экосервис» просто решил не вывозить мусор. Руководство ЖЭУ номер 6 было вынуждено в экстренном порядке принимать меры по устранению плодов некачественной работы нерадивого подрядчика. Своими силами буквально за неделю сотрудники ЖЭУ разобрали весь беспорядок. Ведь несмотря на то, что местный фонд, с позволения сказать, почтенных лет, их участок является самым зеленым. И что уж греха таить, очень уютным. Справляются таким образом. Естественно, мы каждый день не могли сами вывозить. Мы подгоняли свой бункер. Наши же дворники, которых я снимала, всех участков они убирали, бегом мне на помощь шли. Использовали наш трактор. Грузили и вывозили сами. То есть мы с собой подменили вот эту волшебную организацию «Экосервис» и «Экосервис». То есть «Экология» и «Экология» и «Сервис» вообще это три совершенно совместимых понятия поддались. Вообще это было очень ужасно, потому что у нас контейнеры были все заполнены. И не только к контейнеру не подойдешь, а даже к площадке смонтированной. Мы проходили мимо, мы даже пройти не могли. Мы обходили вот где деревья. И, мягко выражаясь, мы не могли аккуратно положить. Мы кидали мусорные свои пакеты сверху, чтобы не запачкаться. Запах потом тепло, жара пошла. Запах, вонь. Конечно, жители были очень недовольны. Из всей этой малоприятной ситуации коммунальщики вынесли один очень важный для себя урок. Доверять столь ответственную работу абы кому не стоит. Ведь разгребать потом придется самим. И последнее. Буквально через несколько минут новостной ряд на нашем канале продолжит программу подробностей. В ней мы поговорим о новых законах, принятых Государственной Думой, и обсудим последние политические и общественно значимые новости. Сегодня гость подробностей депутат Государственной Думы России Николай Булаев. А у меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова